Брестский районный отдел внутренних дел начинается с оперативной дежурной службы. Сюда поступают звонки со всего района. В среднем за день 20 вызовов. В целом РОВД это 13 подразделений, уголовно-исполнительное отделение, отдел по гражданству и миграции, охраны правопорядка и профилактики, уголовный розыск, инспекция по делам несовершеннолетних, группа по борьбе с экономическими преступлениями и другие. Раскрытие преступлений для нас первоочередная задача. В настоящее время практически все тяжкие преступления раскрыты. Пациент раскрываемости довольно-таки хороший, поэтому работаем. Конечно, довоенное время, послевоенное время разные задачи были, разный период у людей, но задачи одни и те же. Это верность сотрудников присяги, безопасность людей, забота о людях и самое главное, сложную минуту, когда человек не знает, что ему делать, куда ему бежать, помочь человеку в самый необходимый, нужный период. На страже спокойства и порядка инспектор профилактики Вероника Мущук 10 лет. Планы у девушки очень серьезные. Говорит, плох тот солдат, который не мечтает стать генералом. Желание возникло давно еще в школе. Участвовала в мемориальном комплексе Брестской крепости. Несла в службу, ну как еще учащиеся, 6 лет. Наверное, еще это тогда возникло желание связать с правоохранительными органами, и идти дальше в военную службу. Стрессовая вообще, мужчины не каждый выдерживает этой нагрузки, а нам, дамам, тем более это сложно. Мы справляемся, говорят, что девушки более выносливые, ответственные и терпимые. Надеюсь, так оно и есть. В Бресте состоялось торжественное мероприятие, посвященное 80-летнему юбилею районного отдела внутренних дел. С юбилеем милиционеров пришли поздравить представителей власти, силовых структур, общественных организаций. В областной центр молодежного творчества приехали даже те, кто заступил на службу в советское время, кто руководил охраной, ветераной органов внутренних дел. Люди, накопившие бесценный опыт за время службы, не растратив свои лучшие качества, присущие настоящим офицерам. Задачи те же. Надо защитить человека. Это очень сложное. Понимаете? Чтобы защитить человека, надо как можно быстрее приехать. Не успел? Значит, не защитил. Конечно, профессионалов много, но ежегодные ряды районного отдела внутренних дел пополняются новыми кадрами. На службу приходят молодые и перспективные сотрудники. В рамках торжественного мероприятия состоялось чество неотличившихся специалистов. Раскрывать преступления, пресекать также эти преступления, чтобы не допускать их совершения в дальнейшем. Сегодня Беларусь считается страной с наименьшим уровнем преступности и высокой безопасностью. Во многом это заслуга правоохранительных органов, каждого, кто нацелен на достижение конкретных результатов.